так все доброе утро дорогие друзья здравствуйте все ждем сейчас как соберутся всеми сегодня вовремя значит продолжаем изучать мишли готовится кроша шна осталось буквально несколько дней до очень серьезного дня начала нового цикла вот и начинается совершенно новый год новый год новая потом емки-пур анна вукса анна вукса смотрит нас до анна вукс представляешь вот рифка моя жена помнит они привет передает одну анна вукс где сейчас она в грузии была последняя да у меня как-то в памяти осталось так михаэль михаэль федорович светлана карачева стелла климник все стала килимник с нами михаил музыковский все можно начинать можно начинать значит шалом о евгения разумных вот эта фамилия у человека сразу понятно разумных гурска гурска это как гурстве из хасиды а разумных разумная все это самое главное для женщин чтобы было разумно альбина черенок альбина доброе утро маразинфельд все ольга мак всем доброе утро и мы начинаем начинаем 114 урок да значит сегодня у нас 15 глава 15 глава и начинается она с того 21 отрывок не начинается 21 3 лилия берман шалом 21 отрывок 15 главы звучит так и велит симха лихасар лев значит и велит как мы знаем это скептицизм сомнения слова улай то есть есть грешники грешник скептик который во всем сомневается не во всем сомневается он сомневается что есть бог что тора и эта правда чтобы я заповеди что и добро и зла он во всем сомневается это скептик грешник да теперь есть грешник грешник которые вожделено это находится такой да который не может справиться со своими вожделениями и так но наверите это того слова да который у которого есть стремление животные стремления греху и он знает что это Это грех, но справиться с этим не может. Это грешник-ксиль, да, вожделенец. Ну, на русском будем его называть вожделенец и стептик. Теперь есть такое понятие еще хасар-лев. Хасар-лев это у которого обуревают страсти по-простому, да? Хасар-лев это тот эмоциональный просто человек. Он еще не грешник, но он близок к этому. Потому что когда человек эмоциональный, он может в эмоциях кого-то обидеть, он может в эмоциях сделать какую-то вещь, которая, то есть, эмоциональный, когда разум управляет человеком, эмоциональный разум, это как животное внутреннее, да, то есть, мозг млекопитающего, это эмоции там. И здесь тогда полностью отрывок звучит так. Ивелит, вот это вот стептицизм, симха-лихасар-лев, это радость для вот этого вот обуреваемого страстями. Вы иш-твуна, а человек логический. Твуна это состояние интеллекта, когда ты понимаешь вещи-звещи, когда ты делаешь выводы, сопоставляешь, это называется твуна, как ты строишь, да? Это требует рационального мышления, где ты напрягаешь свой разум для того, чтобы понять, как работает. Это не эмоции. Человек-твуна, человек логический, яшер-лахет. Он прямо идет, прямо идет. Давайте все сведем вместе. Значит, смотрите, есть человек эмоциональный, ему тяжело вот это все себя контролировать и так далее, но он, как бы вот этот обуреваемый страстями, он выбирает себе все равно, человек это тот, который все наделяет смыслом. Это человек, который ищет во всем смысл. И вот этот вот эмоциональный такой человек, у него есть выбор. Или у него выбор, типа, все неправда, будь скептиком, Тора неправда, правила неправда, все неправда, делай, как ты хочешь. Есть там сейчас какой-то психолог такой, Лобковский, да? Вот хочу, там, как-то называется его книга, ну, хочу, там, не хочу, ну, в общем, хочу, как хочу, кручу-верчу, все как... То есть он говорит, делай, что хочешь, типа, не парься, чего ты паришься? Зачем тебе все эти правила, там, можно, нельзя, женат ты, не женат, замужем, не замужем, какая разница, да? Делай, что ты хочешь, не парься. Это такая психология. Но вот это не парься, это только на короткий момент ты не будешь париться, потом ты запаришься еще сильнее. Но вот этот вот эмоциональный человек, эмоциональный человек, когда он слышит психологию, вот этого вот скептика, да, который все отрицает, это ему симха, это ему радость. Он думает, о, классно, так что, можно делать все, что хочешь? Что и гневаться можно, поорать на кого-то можно, там, да, ну, мне же легче от этого стало. Легче, ну, давай, поору на гаишника. А он на тебя потом права заберет, и тебе потом придется месяц пересдавать. Так что тебе сильно легче стало? Ты поорал на него, а потом-то, потом-то тебе придется за этими правами ходить в месяц, да? Или ты там на улице тоже, вот тебе хочется к девушке прислать, ну, хочется. Ну, и что, что у него муж боксер? Ну, тебе же хочется, что ты должен останавливаться, да? Как бы, пристань, а потом в больнице месяц полежи, да? Делай, что ты хочешь, и не парься. Но эмоциональному человеку, ему намного радостней вот такая система, которая ему все разрешает, потому что он не может собой управлять. Понятно, да, идея? Значит, и велит, вот этот скептицизм, это радость для эмоционального такого. Хасар-лев, который не может управлять своими эмоциями. Теперь Ваиш Твуна, человек логический, он прямо идет. Он во всем выбирает прямой путь, и нас Тора научила, что кто хахам, кто мудрец, аруэ это налад, тот, кто видит то, что родится, тот, кто умеет просчитывать второе последствие своих действий, третье последствие своих действий. То есть человек, который логически управляет миром и держит всю картину в голове, а не позволяет своему животному им управлять, он выбирает все время прямой путь. Понятно, да, идея? И очень часто первое последствие, тебе тяжело, человек идет на тренировку, у него первое последствие, ему тяжело, ему надо себя заставить. Второе последствие, он здоровый, он сильный, у него есть инергия, да? Но если он смотрит одна шагова, вот этот Хасар-лев, который не может собой управлять, да не хочу я тренироваться, все, да ну его нафиг, не буду тренироваться. Понятно, да, идея? Так, низкий уровень подключения к сети, запись. А можешь еще дать эту самую? Зарядочку, да. И почему-то у нас сейчас пошла запись, это неправильно. Почему у нас пошла запись? Сейчас мы попробуем. Live, опять live, подключение доступно, да? Все, сейчас мы подключимся. Смотрите, что-то был сбой, был сбой в энергии, в энергетике, да? Был сбой в энергии. Но сейчас вроде бы все наладилось. Напишите, пожалуйста, как видно, как слышно. Напишите, как видно по 10-бальной шкале. Поставьте оценочки. Как видно, как слышно, да. Напишите, пожалуйста, как видно, как слышно. Все. Никто не пишет, правда, но все равно. Значит, не видно, не слышно, что ли? Хана Лебедева, напишите, пожалуйста, как видно, как слышно. 10, все. Хане Лебедева, 10, все отлично. Да, 10, 10. Все, двигаемся дальше. Значит, 21 отрывок мы изучили, что стептицизм радостен только для людей эмоциональных, которые не хотят управлять собой. А человек логичный, он идет по прямым путям, даже если эти прямые пути кажутся ему вначале тяжелыми и сложными, но он идет по этим прямым путям, потому что они прямые, и он человек логичный. У него есть логика, он понимает вещь из вещи, он видит на шаг вперед. Дальше, 22 отрывок очень полезный вообще. Это прямо реально, реально, Шлома Амелак, царь Соломон, и от имени Бога объяснил нам то, что вообще каждый день влияет на жизнь каждого из нас. Значит, 22 отрывок звучит так. Афер Макшивот Бээн Сот. Значит, разрушает, разрушает мысли тот, у кого нету тайны. Разрушает мысли, когда нету тайны, дословно. Убровью отим такум. И когда много советников, оно реализуется. Значит, ну понятно, что без объяснений непонятно, да? То есть, можно без объяснений непонятно. Теперь давайте посмотрим с объяснениями. Первое слово, тут надо понять слова вначале. Макшива – это мысль. Значит, есть написано в Мишле, «Работ Макшивот Бэл Эв Иш». Много мыслей в сердце человека. В Отца Ташем и Такум. А замысел Бога, он реализуется. Значит, если у человека в день всплывает из подсознания в сознание, и проходит сквозь вот этот вот 7 плюс минус 2 единицы информации, это телевизор сознания, который осознает мысли. То, что человек осознает, это как маленький телевизор. То, что он осознает. Сквозь этот телевизор проходит у человека в среднем от 50 до 70 тысяч мыслей в день. Теперь они могут быть абсолютно беспорядочны. Если начинаешь наблюдать за своим мышлением, то, во-первых, эти мысли могут друг с другом разговаривать, да? Хочу водички. Так хватит уже тебе воды пить. Кто разговаривает? То есть, вообще непонятно, что за мысли, кто там с ним разговаривает. Бывает, если наблюдаешь за этими мыслями, ловишь себя на том, что всплывает мысль абсолютно, ну, там вообще непонятно, откуда взявшись. Вот у меня сейчас, у меня сквозь, как бы, я вижу, сидит Эйтан, а за ним настольный хоккей. И у меня вдруг всплыла мысль, в хоккей играют настоящие мужчины, трус не играет в хоккей. То есть, ну как, в урок Торы вроде, да? Ну, при чем тут эта песня? Но у человека в подсознании загружена вся его жизнь, огромные объемы информации. Теперь в сознании всплывают постоянно разные мысли, в зависимости от того, окружающий мир дергает за какие-то тридеры, внутри, ну, то есть, полностью такой автоматический процесс мышления. Это называется все махшивот, мысли. Много мыслей в сердце человека. В Атса Ташем и Такум. Замысел Бога, он реализуется. Что за замысел Бога, который реализуется? Этса – это решение. Потом человек хватает какую-то мысль и говорит «Так, все, иду на хоккей». Это он из этих мыслей, 70 тысяч, схватил одну и сделал ее Этса. Как бы Этса – это решение, совет решения. Ну, вот так можно объяснить. Значит, дальше, почему это называется замысел Бога, который реализуется? Потому что у человека внутри божественная сила. И то, что вообще у человека его намерение, это его намерение, да, то, что он хочет, рацион, да, желание, его проявление – это все божественное проявление. То есть, в каждом человеке есть божественная эта сила. И когда человек принимает какое-то решение, то это можно сказать, что это замысел Бога, который переходит в реальность. То есть, много мыслей – это пока еще ни о чем. Потом, когда какая-то мысль наполняется намерением, а так как намерение – руок человека, это его вот это вот устремление, желание, это божественная сила, которая есть внутри, то та мысль, которую он наполняет этим намерением, это называется замысел тоже Бога. Теперь дальше. Афер Махшивот Беянсот. Разрушает свои мысли, если у него нету тайны. Теперь человек, он бывает думает вслух. Вот я часто думаю вслух. И я, значит, рассказываю людям о том, что я задумал, как я задумал, где я собираюсь делать и так далее. Когда ты выпускаешь свои мысли наружу, то они смешиваются с мыслями других людей, с их замыслами, с их намерениями, и уже тогда это не твои мысли. То есть, уже на них начинают влиять векторы, разнонаправленные векторы. От айнара, злой глаз, до злой замысел, конкуренция, зависть, это все негативные влияния. Бывает, что твою мысль подхватывает кто-то наоборот и позитивно на нее начинает влиять. Я когда рассказываю свои мысли кому-то, я жду, что кто-то подхватит эту мысль и своим намерением ее тоже наполнит. И тогда мне не одному придется реализовывать свою мысль, а вместе с тем-то. То есть, я своими мыслями могу зажечь кого-то, да? Я говорю, вот классно, давайте там в АИКРО портал, будем мы его продвигать. Вот есть такой план, значит, больше уроков, больше того. Но, например, я могу этому посвятить какое-то время. А есть классные лекторы, они не могут. И если, например, ну там кто-то помогает, мы можем им платить деньги. Ну, то есть, я когда рассказываю свои идеи, я надеюсь, что кому-то эта идея понравится, и он ее возьмет, и что? И наполнит своим желанием, намерением. Но, может быть, прямо наоборот. Кто-то берет эту идею и думает, так, значит, лекторов они хотят. А мы сейчас возьмем-ка, и чтобы не было у них лекторов. И, значит, какую-то гадость им сделаем. То есть, это об этом говорится в этом отрывке, что разрушает мысли, когда нету тайны. Когда они не в тайне, то они, как бы, ну, могут разрушиться, скажем так. Так написано. Уберов юатим, юатим, такум. А когда много советников, они, наоборот, реализуются. Что это значит? Советники, это те люди, которые профессионалы, которых ты нанимаешь обычно. То есть, тебе советники хорошие, не будут просто так советовать. Ты должен советникам, которые в чем-то профессионалы имеют силы, ты должен их каким-то образом заинтересовать, чтобы они тебе советовали. И когда ты берешь советникам, и им рассказываешь свою идею, свои макшеводы, а эти советники, они профессионалы на твоей стороне, то они, наоборот, наполняют твою идею, наполняют ее знаниями дополнительными, наполняют ее силой, и она реализуется. То есть, это чисто практичный совет, кому рассказывать, кому не рассказывать. Если ты просто рассказываешь, то тогда люди, айнара, зависть, они могут разрушить. Если ты рассказываешь советникам, экспертам, которых ты нанял, то они, наоборот, вкладывают в твои мысли, пока разбросанные, они вкладывают, делают из них решение. Они говорят, вот это, крутая мысль, сделай раз, два, три, будет вот так. И оно реализуется. Понятно, да? Это 3000 лет назад нам царь Соломон в 15 главе Мишли объяснил в отрывке 22, как нужно планировать, с кем надо советоваться, с кем не надо советоваться, кому надо рассказывать, кому не надо рассказывать. Я считаю, что, ну, круче, чем он объяснил, никто не объяснит. Потому что это Тора. Перевод есть хороший такой. А перевод? Без советов расстройства помыслов, а при многих советниках они сбудутся. Без советов, а вот переводят, да, интересно, как перевели? Без советов расстройства помыслов, а при многих советниках они сбудутся. То есть, без советников, а просто когда ты рассказываешь мысли, но там здесь другой аспект, что когда ты сам мыслишь, без советников, они тоже не сбудутся. Потому что каждый человек ограничен в своем мировосприятии, и если даже он и думает что-то сделать, то он все время использует тот материал, который ему пока не позволил это сделать. Если я что-то задумал, и я хочу это сделать, и я беру знания у тех людей, которые уже это сделали, советники это те, которые знают, как делать, то тогда я наполняю, оно сбудется. То есть здесь отмечен в этом переводе другой чуть-чуть аспект. То есть здесь, как я по Малбиму объясняю, когда ты рассказываешь, нету тайны, когда нету тайны, то могут разрушить. А тут объясняется, когда нету тайны, так ты, но тогда непонятно, как вписывается этот перевод в слово тайна. Потому что здесь есть слово тайна, афар махшивот бээнсот. Афар разрушает махшивот мысли, когда нету тайны. То есть то объяснение, которое дает Малбим, оно как бы более в слова ложится. Понятно, да, идея? Хорошо, все, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. 23-й отрывок, он нам говорит о следующем. Симхали ляиш бмаане пив. Ведавар баето маатов. Значит, радость для человека, ответы во рта и слово, сказанное вовремя, маатов. Это вообще очень хорошо, еще лучше. Слово, сказанное вовремя, еще лучше. Здесь этот отрывок очень часто используют в религиозном мире, когда вот есть люди, которые запоминают слова Торы, псуки, они их заучивают наизусть, и они могут в разговоре, они используют слова Торы в разговоре, как сказано, и давай цитировать. Так, пошел, так, пошел, так, пошел. То есть, ну, например, например, ну, вот я часто говорю, На всех своих путях познавай Бога, и Он выпрямит твои пути. То есть, я очень люблю цитировать из, одна из моих самых любимых, конец, последние строчки Каэлита, Каэлита, да, экклезиаста. Это совдавар, в конце концов, окольнишма, все понятно. Это как бы смысл жизни, да? Бога бойся, заповеди его соблюдаю, в этом весь человек. И каждую вещь, каждую вещь приведет Бог на мишпад, на суд. Как раз мы сейчас перед судом, Роша Шана. Кольный Лам, все, что спрятано, Он все приведет на суд. Гам Тов, им Тов, и им Ра. И хорошее, и плохое. Даже хорошее, Бог знает, для чего человек делает это хорошее, почему он делает хорошее, и так далее. Это, вот, это как раз об этом сказано. Симхаля Ишма, а не пив. То есть, радость для человека, когда он говорит слова Торы, да? Это для меня сейчас большая радость. Но продолжение, водовар бы и то, мотов. Но сказанное вовремя, вообще еще лучше. То есть, я-то сказал, это не вовремя. То есть, у нас же урок помишли сейчас, правильно? Я это сказал, просто привел классные отрывки, но не оттуда, да? Это как, как, там, человек идет на пляж, и хочет хорошо выглядеть, и шубу одел. Шуба хорошая, красивая, там, ну, дорогая. Но на пляж-то ее же не одевают. И это как раз, что нужно говорить правильные вещи вовремя. Понятно, да? Бэйто, это вообще тогда лучше. Но хотя, с другой стороны, слова Тора, когда ты произносишь, это все равно лучше, чем что-то остальное. Потому что в момент, когда ты изучаешь Тору, когда ты говоришь слова Торы, когда ты думаешь про Бога, когда ты занимаешься духовной вот этой работой, то ради этого человек был создан. То есть, в это время ты не грешишь, в это время ты, ну, как бы, ничего плохого не делаешь. В это время, если ты это делаешь, то, ну, по идее, это кайф. Для меня это кайф. Вот эти уроки Торы, это самое приятное для меня время в течение дня. И, ну, то есть, самое приятное время, я считаю, самое ценное, самое нужное, самое важное время, которое я провожу в течение дня своего. Теперь дальше. Дальше, 25-й отрывок, сегодня еще один, или ладно, 25-й мы не будем. Все, 24-й отрывок, раз в 20 минут позанимались. Давайте подведем итог. Значит, подведем итог сегодняшнего дня. Значит, что можно, вот какой я вывод для себя делаю? Значит, я делаю для себя одно основное. У меня был вот этот 22-й отрывок. И, то есть, если есть какие-то задумки, первое, не рассказывать их людям негативным, да, то есть, если, вообще, с негативными людьми лучше не общаться, потому что, ну, лучшее, что ты от них получишь, это критику и облом. Ну, да, все, вот негативщики, то ты по-любому знаешь, что с ними общение заканчивается для тебя каким-то негативным. Поэтому им лучше свои мысли не рассказывать, лучше их не провоцировать, сам виноват. Рассказал обломщику свои мысли, сам виноват, если разрушились, правильно? Лучше не рассказывай. Но, если ты хочешь, чтобы они реализовались, то что? Найди, ЮАТСИМ, хороших советников, и они помогут тебе реализовать твои замыслы. Все. Удачи, успехов, друзья. Еще раз всем даю хорошее пожелание. Сейчас самое время всем желать только хорошее. Та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. Никого не судите, никого не обвиняйте, не жалуйтесь, не критикуйте. То есть, сейчас как раз время перед Рожешана. Это время, когда все мы сейчас будем проходить перед Богом. И что значит будем проходить перед Богом? Бог будет проходить сквозь нас, на самом деле. Это очень, как бы, такое понимание. Мы все время говорим, я буду проходить через Бога. Нет. Это Бог будет проходить сквозь нас, как такое МРТ. И Он будет проходить и просвечивать мысли каждого из нас. Мысли, замыслы и так далее. И чем у вас будут более хорошие сейчас мысли, замыслы, Чем больше добра внутри, тем лучше будет для вас, поэтому я вам желаю только всего хорошего, добра, света, успеха, здоровья, шломбайт, любви в семье с друзьями, с родственниками, и с Божьей помощью, чтобы были у всех у нас хорошие приговоры в этом году. Шаббат шалом, шанату вам и тока, Талия Рафальская нам пожелала, и мы ей пожелали, вот явно это работает, как ты, так и к тебе. Все, шаббат шалом, всем удачи, успехов, напишите ваши выводы после уроков, это очень важно, чуть-чуть поднапрячься, поднапрячь голову, сформулировать выводы, хотя бы один вывод сформулировать, я сейчас один сформулировал, и начать этот вывод проговаривать, распространять, для того, чтобы его запомнить. Все, удачи, успехов, пока.